сегодня хочу рассказать о 10 своих самых любимых гениальных авторских сериалах мы живем в эпоху возвращения этого большого романного жанра когда оказывается что следить за судьбой у нескольких персонажей десятков сотен как у горького например жизни клима самгина даже тысяч на протяжении нескольких десятков лет смены поколений гораздо интереснее если ваш мозг еще развивается образует новые синаптические связи если ему требуется такой сложный материал чтобы связывать эти времена и лица а вот тогда сериал для вас также как с рассказом прочел и чаще всего забыл а вот история прожитая вместе с персонажами с полным погружением абсолютной идентификации не забывается это кстати проблема современного зрителя ты смотришь целыми сезонами какие-то модные сериалы а по прошествии уже нескольких дней не можешь вспомнить ни название ни персонажи ни о чем все это было ручаюсь что эти десять вы вряд ли забудете хотя большинство из них надо полагать уже знакомы только вопрос с какой стороны войти в эту реку вот еще чем хорош настоящий сериал его можно бесконечно пересматривать он не одноразовый интрига саспенс который работает при первом просмотре оказывается не самое главное а этот мир атмосфера полное погружение вот что важно почему 10 может быть потому что мужчина привык все считать десятками сотнями топами рейтингами может быть потому что он на салфетке когда я в столовке в кафешке какой-нибудь писал всякий раз очередной этот список то что нужно обязательно посмотреть современному молодому человеку больше места физически не хватало может быть еще потому что как говорил оскар уальт убирай убивай самое любимое о чем-то самом важном в действительности даже не расскажешь гораздо проще критиковать чем откровенничать так что в этой десятке может быть чего-то важного в действительности нет того чем я не готов поделиться ну и наконец наверное еще работает принцип связывающий со вторым пунктом мои преамбулы авторство от одного автора одна история хотя даже у стивена конрада не все знают это имя сценариста режиссера два блестящих сериала заслуживающих этого топа не только патриот про который речь пойдет но и предприятие божий дар и вторая оговорка почему именно авторские я полагаю что так же как у вашего знакомого также как у книги есть автор всегда имя личность персона имеет приоритетное значение как можно читать книгу неизвестно кого идти на непонятно какого исполнителя слушать непонятно чью историю поэтому не всегда это физически одно лицо бывают блестящие например дуэты триумфераты помните дуэт ильфа и петрова например но все-таки сценарий даже если его написали совместно линча или фроста прежде всего приходит в голову этому очень странному непонятному дэвиду линчу магия которого странности которого до сих пор нуждается в разгадке может быть кстати что автор не обязательно режиссер такой как линч или реф он слишком стар чтобы умереть молодым может быть это фигура сценариста более важная чем набор сменных режиссеров на каждую серию например черное зеркало это сценарист чарли брукер настоящий детектив это конечно ник пиццалата иногда сериал держится одним актером или одним персонажем или парой таких симпатичных как первом сезоне настоящего детектива персонажей но так или иначе эта картина авторская мира это погружение во вселенную которая вам близко которая интригует это конечно первое что нас интересует в сериале первый номер по хронологии по порядку и по значению это конечно линчевский twin picks все современные глубокие серьезные умные сериалы все те которые оперируют мирами на грани фантазии реальности расщепленными субъектами там где так много странных дел все они вышли из этого хорошо отутюженного костюма гейла купера из этого странного городка под двойными вершинами где так загадочно мрачно иногда зловеще шумят деревья крона деревья в темном лесу где глазом дракона магически жутковато светит одинокий светофор не кстати говоря когда я посмотрел свое время только первую серию twin picks а всю ночь снились продолжение этой истории и вот этот огонек в ночи не давал никак покоя конечно первый второй сезон как сегодня принято считать несколько уже устарели старомодные и там много роста это много отвлекающих сюжетных линий но третий сезон еще раз революционизировал жанр и показал как высоко задрана эта планка большого серьезного искусства для меня сегодня twin picks это конечно не только история со странными героями а каждый человек по-своему странен даже если он просто делает бесшумные шторы это не только магия загадочных мест путешествие в никуда из ниоткуда это не только такая потерянность финальная нормального зрителя как скажем современного сериала тьма кто где когда как все это связать воедино для меня прежде всего это метафора устройство социальной человеческой психологической реальности в лекции о линчи я на мой взгляд неплохой достаточно удачной я как раз об этом говорил есть расщепленные субъекты сегодня в каждом сериале практически такой субъект как например героиня родины у него что-то не так с головой у него какие-то например проблемы с семьей с работой он разрывается на части между своей одной и другой ипостасью а еще есть полифоничные расщепленные многомерные миры и поэтому в обычном боевике действует цельный субъект в расколотом мире который связывает воедино все части наводит порядок в каком-нибудь психологическом кино в нормальном обычном мире куда его пытается кооптировать друзья знакомые или просто врачи действуют расколотый расщепленный субъект а у линча многомерный даже не двойник а тройник четверник как с купером в третьем сезоне действует в расколотом полифонично многомерном мире и это конечно высшая математика высший класс задавать такой порог восприятия и понимание другим режиссером как-то не удавалось посмотрите конечно по порядку первый второй сезон насладитесь музыкой анжела бодоломенти вспомним он недавно нас оставил и унес с собой эту тайну эту магию а потом посмотрите набравшись интеллектуальной решимости сезон 3 и тогда вы поймете что самое интересное это не когда ты понимаешь а когда ты не понимаешь когда твоему интеллекту когда твоему соображению дается настоящий вызов главный урок твин пикс все не то чем кажется это касается не только сов реальности в которой переплелось все вместе с фантазией которая находится в резоматическом динамическом эманирующем движении и поэтому реально все время расслаивается человеческая вчера сегодня завтра сильно различается кто я где я почему я всякий раз нужно задавать эти вопросы а вот во вселенной братьев коинов сериал фарга все четыре сезона очень бережно относятся к их персонажам к их историям к их стилистике так что автором я бы назвал здесь именно коинов и все четыре сезона на одном блестящем уровне так вот в мире коинов все наоборот обманчиво просто есть дороги по которым люди спешат к своим целям довольно понятным например ограбление финансовый интерес конечно успех любой ценой есть те кто на этих дорогах стоят их нужно давить или убивать есть планы которые вроде бы должны срабатывать только почему не обязательно лишь дурацкие планы имеют тенденцию рушится и поэтому в мире коинов вот это упрощение оказывается феноменологическим эффектом воспринимающего мир дурака в разных интервью братья коина неоднократно говорили что дураки их любимый тип героя только они попадают в такие разные парадоксально интересные ситуации умный наверное не будет наступать на швабру второй тем более третий раз и поэтому что бывает когда ты пытаешься раскрутить своего тестя на миллион баксов якобы украв свою собственную жену это вы выясните ну например в оригинальном фарго здесь в четырех сезонах разные времена и разные истории но вот этот эффект домино что бывает с дурацким планом дурака когда в него увлекается все более и более людей когда кстати говоря дурак озабочен еще и самореализации как во втором сезоне фарка когда у этого дурака тоже множественное раздвоение его дурацкой личности обо всем об этом блестящие приключенческие авантюрные полные юмора и в этом смысле еще и философски поучительные сезоны фарга кстати говоря мой собственный персональный рекорд относительно сериала которое много раз пересматривал это как раз первый сезон фарга и вот этот эффект лестера ведь вселенная вселенная коэнов это прежде всего вселенная кафки чейза достоевского где все затейливо перемешано а эффект лестера это не обязательный эффект просто дурачка это кафкианский эффект превращения что бывает с обычным нормальным человеком который постепенно незаметно для себя для своей жены превращается в монстра день это дня перемен не заметить помните древний софизм куча когда несколько зерен 1 2 3 в конце концов станут кучей ведь не 5 зерен это куча но когда возникает этот эффект обычная ошибка и зрители кинематографа коэнов является попытка извлечь из всех этих хитросплетений происходящего какой-то смысл еще хуже мораль что касается смысла помните финал после прочтения сжечь так что же из этого следует чему мы в итоге научились почему цру должно платить за пластические операции какой-то дурочки героини фрэнсис макдорман это все кафки никакие инстанции никакие фигуры такие как раввин например в серьезном человеке не репрезентируют вселенские истины понять это наконец перестать на что-то креститься что-то принимать на веру чем-то руководствоваться нисколько не сомневаясь это уже первый шаг чтобы не быть наконец дураком что касается морали то тут давайте вспомним первый фильм коэнов просто кровь обыкновенно мораль истории читают откровенные подлецы ну прямо как сегодня как говорил василий таких глупых скоропалительных действий и вот на этом перепутье всякий раз после очередной картины после очередного жизненного поворота передряги ты начинаешь хоть что-то соображать но тут нет предела совершенству настоящий детектив в моей вселенной сериалов конкурирует с фарга в чем-то перекликаются они вышли практически в одно время и когда я показывал другу первую серию фарга вот дескать вот она планка он показывал мне первую серию настоящего детектива а там этот блестящий тандем маккона хио и вуди харрельсона а там это прекрасная экзистенциальная философия рас такойла ну и как обычно все что мы любим в неонуаре жуткие преступления непонятные сюжетные линии клубок которые не размотать беззарядные и даже в финале ясности во многом не прибавляется правда финал первого настоящего детектива я считаю компромиссным он какой-то пришитый приклеенный никак он не следует и всей атмосферы и всей логики я предпочитаю второй сезон где больше героев интересных персонажей они объемнее здесь как это у гегеля трагедии равны все противоборствующие стороны за каждом история собственная линия жизни свои взгляды на происходящее и проблема именно в том что судьба сталкивает их лбами что обязательно кто-то из них а может быть и многие погибнуть и вот этот финал именно финал второго сезона помните когда на соленом озере идет фрэнк и за ним тянется гамлета лочится тени у отца и фрэнк смертельно ранен и ничего хорошего уже не будет это похоже на жизнь ведь жизнь это энтропия это как те пятна подтеки которые проступают на потолке и фрэнк задумывается он в действительности существует или это ему все кажется даже если ты молодой богатый успешный посмотри на подтеки на твоем потолке это те самые пятна из которых до винчи предлагал выводить художнику его мысли его образы и всякий раз выясняется в настоящем детективе это его главный урок что реальность это фикция это декорация настоящий детектив мрачный как сама жизнь беспросветные ставящие вопросы на которые не принято отвечать и даже просто затумываться о том что такое выбор свобода в действительности есть какое-то предопределение может быть предопределение это наш образ мысли классовая профессиональная любая другая социальная принадлежность и мы врастаем в нее как чиновник свою систему обязанности мысли откатов коррупции и там уже конечно никакого поворота нет среди французских сериалов мало известных широкому зрителю я знаю несколько действительно первоклассных но бюро или бюро легенд в отечественном переводе первого канала достойный кстати говоря дубляж вне конкуренции здесь великолепный главный герой персонаж матье косовица актера который обладает редкой способностью играть не играя так свое время просто пребывал в кадре мишель пикали то что происходит то как он действует то как он реагирует даже если он хорошо тренированный агент не так важно как то о чем он умалчивает что можно только подозревать в работе мозга это действительно кинематограф мозга самое интересное не непосредственное событие а реакция даже интеллектуальная реакция на него и вот отставной шпион мог бы устроиться в париже начать жить нормальной в кавычках жизни вернуться к жене и дочери но выясняется снова модели реальности что жизнь устроена точно также как шпионская сеть что здесь тоже друзья а с другой стороны враги так или иначе они могут задать тебя при первой возможности может быть это любовь а может быть это просто уже рабская привязанность может быть эта работа а может быть это смысл жизни в этих хитросплетениях в этой паутине невозможно прозвонить и контролировать все нити конечно умный человек оперирует не простыми действиями а хотя бы несколько как шахматах ходовками понимая что этот поступок порождает следующий поступок что отвечая за себя мы отвечаем за другого за третьего и так далее но можно ли в этом выборе между решением и нерешением между свободой и предопределением в действительности найти хоть сколько-нибудь оптимальный вариант герой матье косовица оперируют как высшие математики самыми сложными сочетаниями действий и размышлений но их оказывается недостаточно чтобы выйти из тупика это как в жижиковской логике события когда события происходит мы не понимаем что это такое мы не понимаем насколько она судьбоносно насколько мы сами совершили какое-то действие или нас на него подтолкнули только задним числом вдруг выясняется а вот это была самая важная встреча самое важное в моей жизни события если полнометражный фильм это часто модель конкретной отдельной человеческой жизни от рождения до смерти обычный сюжет то сериал это многомерная полифоничная резоматическая структура сочетания множества жизни семейных дружеских служебных просто человеческих ассоциациях и здесь потянешь один уголок паутины разрушится или по крайней мере с резонирует она целиком в модели не кантовская современной человеческой личности где нет тождества субъекта где есть диссоциация где есть маска другой большой другой который говорит голосом совести обязанности в частности вещает голосом патриотизма ты должен не сомневайся в этом в этой модели человеческой личности современной и работает бюро легенд есть я а есть аватар как сетевой например аватар или легенда когда ты как литературный герой подыгрываешь ситуации когда ты ведешь себя в соответствии с ожиданиями и только в редкие моменты на этом строится не только французские сериалы на и французская философия ты оказываешься в этом декартовском состоянии переоценить все целиком спросить даже с господа бога спросить в реальности ли это люди они автоматы в плащах и шляпах спросить самого себя кто ты есть такой мыслящий субъект или субъект текущий по какому-то там течению поэтому такая французская философия психология такая современная романистика нового киноромана такая сложная и полифоничная структура рекомендуется не всем а только тем кто имеет удовольствие любит такое получать удовольствие думать сериал черное зеркало вроде бы законченный проект в котором вряд ли появятся новые серии который в каком-то смысле несмотря на свою футурологичность уже кажется старомодным есть такие технологии до которых не додумался чарли брукер которые даже обогнали эти фантазии создателя и тем не менее это тоже гераклитова река в которой течет все новое и новая вода сравнительный аспект что было что придумано что напрогнозировано а что стало самый неинтересный он годится только для назад в будущее вот тот момент в который прибыли доктор мэтт браун и марти макфлай и можно теперь спросить ну что там с летающей доской с курткой которая сама себя сушит с новыми сериями челюстей придумали ли или нафантазировали или предугадали все это авторы черное зеркало другая история это для тех кто отличает гиды бора от бодрияра это для тех кто как это у фуко ставит сам вопрос о феномене человека и поэтому слоган сериала о роли технологии в действительности расширяется додумывается вглубь пересматривая черное зеркало я советовал вспомнить бы не только бодрияра тофлера но и например маркузы одномерный человек где в самом начале речь идет о том что не бывает нейтральных технологий которых можно было бы описывать только скажем языком программирования технологической рациональности есть по марку за политическая рациональность то для чего это придумано для чего и в чьих руках это служит как это трансформирует человеческие эмоции человеческие поступки человеческий интеллект эти все качества социальные культурные политические любой технологии должны анализироваться в комплексе не уступая место примитивным пугалкам страшил ком про то как придут роботы и лишат нас всех работы например про то как сотрется человечество как лицо нарисованное на прибрежном песке под новыми и новыми волнами технологических революций у чарли брукера можно найти в любой серии не только пугающие технологии но и весьма полезные один из уроков чарли брукера на мой взгляд в том что анализ технической физической стороны любой инновации должен сочетаться с анализом технологий самого человеческого общения то что сегодня мы так легко меняем статус собеседника переводим его в бан привлекаем его или отфренживаем это означает только то что найдена более адекватная форма для старой человеческой потребности быть замеченным признанным любить находить себе знакомых избавляться от тех кто вам надоел и поэтому прогресса здесь без всяких уже конечно минусов в том что раньше человека можно было помещать физическую камеру гораздо с большим уроном для него а теперь только в электронную я помню кстати говоря социальные сети еще в аналоговом виде задолго до электронных все эти школьные чатики эти записочки эти бесконечные нити которые связывали вас другим людей у меня было кстати говоря такая ниточка с колокольчиком соседской девочкой через балкон поэтому не обязательно что электронные технологии приносят какое-то качественно новое содержание таким образом как ни странно черное зеркало это не только об отдаленном или ближайшем будущем отчасти о настоящем но я далеком прошлом о том что мы с собой в завтрашний день из этого каменного века и средневековья из милитаризма ксенофобии из церковной иерархии из примитивных человеческих инстинктов с собой тянем поэтому как сочетается акулий мозг и ксенофобия и передовые технологии светлые человеческие мысли и рудименты суеверия из далекого прошлого вот про это в том числе черное зеркало про сериал блестящего сценариста и режиссера стивена конрада патриот я рассказывал относительно недавно могу просто отослать еще раз к этому видео это сериал для тех кто любит сочетать умное смешное и серьезное для тех кому интересны не только центральные персонажи а вся глубина вся сложность человеческой натуры это сериал о расщеплении о том как связаны внутри нас бытие любящие и например эксплуатирующие даже того человека которого мы называем любимым как сочетается маленький другой и большой другой в одной персоне тоже кстати говоря как бюро легенд про шпионские игры которые мы ведем с близкими людьми само название сериала заставляет нас помнить известную сентенцию о последнем прибежище негодяев и поэтому здесь как в трейлере первого сезона все начинается с того что буквально моча ударяет в голову государству родине нужна твоя моча говорит главный герой своему будущему другу ну и тому персонажу который он будет постоянно использовать а при случае кстати говоря и убьет не моргнув глазом поэтому и обаятельная и приятная ипостась этого человека и то что представляет в нем машину алгоритм акулии мозг и то что переключается как лакановский шифтер в зависимости от ситуации про это с блестящей иронии выдумкой фантазии в золотистом фильтре так похоже на правду и так фантастически гротескно сделано это из двух частей состоящая большая телевизионная целая картина которую рекомендую людям умным находчивым любящим смеяться не только над героями персонажами но и над самими собой сериал мост рекомендуется всем поклонникам жанра скандинавского неонуара этим мрачные запутанные истории такие как например помните первый сезон убийства про преступления ведущие в далекое прошлое про зло которое вроде бы кажется мистическую имеет природу и вряд ли может быть наказано про то что границы света и тьмы они не только там как здесь между швецией и данией по одну и по другую сторону моста они в человеческой душе собственно вот вам метафора человек как это у ницше есть мост над пропастью над рекой по которой плывут не только темные воды но и трупы и не обязательно твоих врагов а еще и твоих друзей сага на рэн сага на рэн полиция мальмё визитка которую вы вряд ли забудете и мартин руды главные герои сериала пример блестящей эффективно работающей драматургической конструкции прекрасная диалектическая пара разно заряженных характеров конечно сериал за это справедливо поругивали за такое клише просто возьмите экстраверта и социопата или социально активного социопата как новый шерлок и колесики сценарные психологические коллизии закрутятся сами собой однако так и устроена наша жизнь наша социальная реальность мы женимся на своих противоположностях мы боремся сами собой в один день ты мартин руды а в другой сага на рэн в один день ты как маудр просто хочешь верить жаль не попадут секретные материалы в эту десятку в другой день ты как скали во всем сомневаешься поэтому возвращаясь к начальной метафоре жизнь это река в ней текут не только вещи но и ты сам жизнь это поиск если вы хотите присоединиться к этому интеллектуальному поиску самопознанию смотрите сериал мост слишком стар чтобы умереть молодым с таким длинным названием ворвался в мир сериалов никлас виндинг рефон про этот сериал я тоже не так давно рассказывал как кстати говоря и про саму манеру про мир про героев про антологию даже рефна в его мире все вещи угрожающие его герои это не рефлексирующие декаденты не интеллектуалы это хищники которые поедают друг друга будь это мир высокой моды или это например какие-нибудь закоулки современного токио где каждый за себя и бог против всех также устроен и этот мрачный нуарный очень тягучие зловещий в конце просто кажется невыносимый сериал после которого хочется пересмотреть все серии есть какая-то тайна в этой манере рефна почему он так держит зрителя за глотку чем он затягивает свой раскрашенный яркими синими и красными тонами нисколько не похожи на самом деле на реальность мир где вещи идут в ином темпе где человеческие отношения обречены кажется самого начала может быть это конечно гротескная онтология в которой первобытная средневековая реальность проступает через все декорации наших дней может быть это брутальная правда самопознания смотрите и разбирайтесь для тех кто осилит этот длинный там иногда каждая серия по полтора часа сериал до конца для тех станет ясно что это тебя уже никогда не отпустит из отечественных телесериалов правда современные в расчет не беру не смотрю я не мазохист я выбрал отечественный позднесоветский восемьдесят восьмого года 14 серийный сериал жизнь климасом гена по великой книги горького те у кого от горького впечатление только горькая по итогам школьных уроков песня о буревеснике мать и так далее для тех возможно главное литературное открытие еще впереди у меня есть обзор на жизнь климасом гена именно книгу а вот сериал соотнося книгу и фильм язык кинематографа и литературы как я это делал кстати говоря с тем же примером на лекции по проблеме экранизации спрашиваешь как в принципе возможно экранизировать не экранизируемое такую поэтику горького то что меня и восхитило прежде всего в его книге например такой пассаж запах жженой бумаги вынудил его открыть форточку в разных местах города выли и лаяли на луну собаки луна стояла над пожарной каланчой как точка над и вспомнил сам гин стих мюссе и тотчас совершенно отчетливо представил как этот блестящий шарик кружится обегая землю а земля вертится по спирали вокруг солнца стремительно и тоже по спирали падающего в безмерное пространство а на земле на ничтожнейшей точке ее в маленьком городе где воют собаки на пустынной улице в деревянной клетке стоит и смотрит в мертвое лицо луны некто клим сам гин это очная встреча с космосом самим собой с этой мертвой луной которая такая же как маска как твое лицо отражает ничто не бытие это ощущение нереальности происходящего эпизодом ранее клим увидел старика седого коридорного и подумал какой же он нереальный а заканчивается эпизод ощущением нереальности самого себя без времени в которое мы все попали так гениально так современно книга горького когда я прочел это я спросил себя как это в принципе можно экранизировать но конечно кинематограф создает другой образный ряд другой язык и вот это горьковская был ли мальчик которое можно прочитывать по-бодрияровски как интегральное ощущение нереальности всего и вся и слов и действий и событий фильме конечно воспринимается просто как конкретная физическая потеря как этот призрак ребенка который вечно ходит за клеймом самгиным и в этом плане язык конечно беднее не такой кумулятивный не такой удачный но это блестящая 14 серийная экранизация это пример того как можно в принципе экранизировать классику и напоследок на десерт на сладкое семейный в хорошем смысле этого слова сериал для всех возрастов для детей для взрослых для детей которые сами стали взрослыми и теперь ищут лучшие примеры визуальные литературные для воспитания следующих поколений десятое королевство я о нем уже рассказывал точнее признавался в своей любви к нему это тот самый случай когда можно говорить лишь комплементарных выражениях это больше чем сказка по мотивам братьев грим это конечно не фэнтези потому что фэнтези это для людей без собственного воображения это как раз опыта взросления когда оказывается что сказка то было совсем про другое принцип сапиенти сад умному достаточно ребенок вообще не понимает про что это как про торчащий волчий хвост про эти похождения в лесу а взрослый конечно ловит с полулета тут тебе ироническое осмысление дейла карнеги всех его руководств по правильной социализации тут и про психоанализ тут и про инцесс немного секса и насилия но эта история и взрослеет вместе с тобой и не стареет если твой внутренний ребенок еще точно также жив тоже вместе с тобой обыкновенно посмотрев этот сериал в первый раз зритель спрашивает есть ли продолжение начинает наводить справки на рутрекере на кинопоиске ведь финал какое-то дальнейшее развитие коллизий обещает разочарую есть только эти пять серий может быть хорошо что это не стало франшизой не превратилась в продукт на следующий сезон продлеваемый не потому что он так хорош а это объективно а потому что на то есть воля продюсеров контракта и прочие превходящие обязательства но зато десятое королевство это сериал на все случаи жизни это как-то книга которую берут с собой на необитаемый остров и каждое следующее поколение найдет в нем что-то свое как это в усоцкого нужной книге нужно было в детстве вовремя прочесть вот это тот самый случай